Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. И да, наконец-таки настал этот день, когда я все же записал выпуск про то, как играть на слабом железе в современные игры. По слабым железом будем понимать не обязательно старые конфиги, а, например, ультрабюджетный сегмент на уровне ТВ приставки. И скажу сразу, никакой магии естественно не будет, я не волшебник и все способы имеют свои нюансы, подводные камни и некоторые ограничения, но в этом чуть позже. Итак, начнем. Первый способ это так называемый облачный гейминг, услуги которого предоставляют различные сервисы. Называть какие-то конкретные я не буду, дабы вы не посчитали это за рекламу. И плюс я не знаю, какой из них лучше и объективно не могу посоветовать что-либо из них. Суть способа состоит в том, что сама игра запускается и обрабатывается удаленно на мощностях сервиса, а вам посылается лишь видеопоток самой игры. От вас же на сервера передаются все сигналы с устройства ввода, мышки, клавиатуры или джойстика. Способ, естественно, далеко не новый, наверняка вы о нем слышали, но у него до сих пор есть ряд обстоятельств, которые не позволяют ему стать панацеей. Во-первых, для того, чтобы посылать вам стабильный видеопоток, скажем, Full HD 60 кадров, нужно очень качественное интернет-соединение. И самое главное, очень стабильное, без просадок и разрывов. Объясню на примере видео на YouTube. Когда вы нажимаете смотреть видео, оно начинает прогружаться наперед и, соответственно, вы смотрите уже, так скажем, скачанное видео и поэтому оно выглядит плавным и без разрывов. Однако стоит вам лишь зайти на какой-нибудь прямой эфир или стрим в хорошем качестве и вы сразу заметите некоторые притормаживания и прочие проблемы. В случае же с облачным геймингом проблема аналогичная, но гораздо сильнее. Вы фактически смотрите тот же видеопоток в прямом эфире, только в отличие от тех же стримов тут нет никакой задержки и времени на буферизацию. И именно поэтому любое падение скорости в сети или микроразрыв будет вызывать потерю кадров и прочие неприятности. Однако даже если ваш интернет очень хорош, есть вторая проблема и назовем ее условно пинг. Картинка в данном случае на экран вам поступает не моментально прямо с вашей же видеокарты, а только после целого ряда действий. После того, как компьютерам были высланы ваши данные с устройства ввода, те в свою очередь обработаны на сервере и их результат в виде текущего кадра уже отправлен назад. Естественно, это требует больше времени и задержка ваших действий и происходящего на экране все же будет заметна. И именно поэтому рассматривать такой способ гейминга, например, в онлайн-шутеры точно не стоит. Ну и третье, о чем не забывать, это то, что услуги подобных сервисов, естественно, стоят денег. Далее идет способ, основанный на всеми любимом, ну или же нет, стиме. Для реализации данного способа, кроме вашего слабого компьютера, вам нужен в этой же локальной сети мощный компьютер, на котором будет запускаться и обрабатываться игра. Этот способ актуален, например, для тех, кто играет через тв-приставку на телевизоре в гостиной. Это, по сути, аналог того же самого стимлинка. Для этого необходимо зайти под вашей учетной записью в стим с обоих компьютеров. После этого на слабом компьютере ищем необходимую игру в библиотеке стим. Естественно, она должна быть уже установлена на основном ПК. Находим игру и справа от нее будет кнопка трансляции, по нажатию на которую на основном компьютере запустится игра, а вам также будет передаваться видеопоток. Способ по принципу действия аналогичен с предыдущим, разве что данные проделывают гораздо меньший путь, ограничиваясь лишь вашей локальной сетью и поэтому задержка будет меньше, но с некоторыми оговорками. Дело в том, что данный способ очень требователен к вашему домашнему маршрутизатору, который должен обеспечивать необходимую скорость и минимизировать задержки по локальному соединению. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, подобный способ умудрялись реализовывать не только в локальной сети. То есть, например, слабый компьютер находится у вас дома, а на мощном компьютере вашего друга в другой квартире запускается и обрабатывается игра. Однако на практике, мне кажется, этот способ мало кто будет применять, и лично я его никогда не использовал. И да, казалось бы, в случае со стимом мы ограничиваемся именно тем списком игр, которые у нас куплены в стиме, но на самом деле нет. Мы просто нажимаем внизу кнопку «Добавить игру», «Добавить стороннюю игру» и после чего добавляем сюда экзешный файл запуска любой игры или даже программы, установленной на вашем компьютере. Скажу сразу, работать будет не все, но многое. К примеру, я без проблем смог запустить пиратскую версию Hellblade, которой у меня нет в стиме, а также старую игру про BMX'инг – Dave Mira BMX Freestyle. Третий способ аналогичен с предыдущим, но завязан на технологии Nvidia Share. Как понятно из названия способа, вам также необходим ваш основной ПК, на котором есть видеокарта от Nvidia с поддержкой этой самой технологии. На слабом компьютере мы используем программу Moonlight, для установки которой понадобится браузер Chrome. Запускаем браузер, скачиваем расширение и после его уже можно будет запускать как обычную программу без использования браузера. Подробности подключения описывать не буду, я оставлю ссылку на гайд в описании, но суть примерно аналогична с предыдущими способами. Однако в данном случае имеется ограничение в количестве игр, которые поддерживаются технологией Nvidia Share, а их не сказать уж, что прямо уж очень много. И да, данный способ по аналогии с предыдущим, естественно, требователен к соединению, которое обеспечивает ваш домашний маршрутизатор. Из плюсов это то, что программное обеспечение Moonlight бесплатно имеет открытый исходный код, а проект постоянно развивается. Также плюс в том, что трансляция видеопотока поддерживается на практически любую платформу. Android, iOS и прочее. Это позволит вам играть в ваши любимые игры даже с вашего телефона, просто подключив клавиатуру, мышь или джойстик, если, конечно, ваш телефон поддерживает их подключение. И да, к сожалению, из реально работающих на практике способов я знаю только об этих трех, и то у них есть свои нюансы. Например, задержка в управлении выражена в разной степени абсолютно у всех. И, например, играть в быстрый Titanfall, особенно в мультиплеер, у вас не получится. Ну, то есть получится, но получить удовольствие от этого будет очень тяжело. С другой стороны, он все же запустится. В случае же, например, с синглплеер играми, вы сможете играть безо всяких проблем и получать от них удовольствие так, как будто вы играете на своем мощном ПК. Какой способ удобнее, решать, конечно же, только вам. Лично я использую способ трансляции через Steam, поскольку практически все игры у меня есть там, разве что кроме Таркова. Этот способ, на мой взгляд, наиболее простой и удобный. Что ж, на этом все. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, возможно, полезным. Если это так, оценивайте его как считаете нужным, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, это сейчас очень важно, и пишите в комментариях, пользовались ли вы одним из них или, возможно, воспользуетесь. Еще раз спасибо за внимание, увидимся в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok